Девушки отдыхают В нашем городе, кроме того, анонсируем фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок», который состоится, несмотря на пандемию. В каком формате, как это будет, когда нам расскажут его организаторы? Это после 12 часов. Такая, ну, больше культурная тема, что называется, да? Сейчас мы будем говорить о проблемах бизнеса. Эту тему в нашем эфире мы уже поднимали. Речь идёт о тарифах на вывоз, ну, я не знаю, даже как твёрдых бытовых отходов или твёрдых коммунальных отходов ТКО. Бизнес, я напомню, жаловался и вполне обоснованно на то, что платежи, которые выставляет им рекоператор, несопоставимы совершенно с реальными объёмами тех отходов, которые образуются на предприятиях торговли, в аптеках, где угодно. Ну, и учитывая то время, которое сейчас у нас, да, эту сложную ситуацию, которая сложилась, конечно же, эту тему нужно так или иначе решать. В нашей студии Юрий Исупов, старший вице-президент Виатской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Добрый день. Александр Корякин, директор по развитию сети магазинов «Парфюм». Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте, прежде чем мы обозначим проблему, всё-таки скажем, она решается сейчас. Я правильно понимаю? То есть сейчас проведены замеры, вот эти те самые замеры, которых не было, и в соответствии с этими замерами платежи для бизнеса снизятся. Да, всё правильно. Так. Ну, кстати, небольшую ремарочку, Анна, сделаю. Это вот вы, как бы не случайно, немножко создали такой проблемный вопрос, что это такое ТБУ или ТКО сегодня, да? Ну, если уж реально, как говорить, по содержанию, это практически, фактически, это одно и то же. Просто, видите, когда началось реформирование системы обращения с отходами, до этого фигурили твёрдые бытовые отходы, это, в первую очередь, для населения, да? Но потом, в данном случае, решили объединить, что такие же отходы образуют и хозяйствующие субъекты отходы, не связанные с производственной деятельностью, поэтому это объединили названием ТКО, вот, а производственные отходы отдельные, поэтому сегодня принят термин именно ТКО, да? То есть твёрдые коммунальные отходы. Изначально, когда все эти тарифы формировались, на чём какие-то обоснования были, то есть замеры проводились, ещё что-то? Я могу, если небольшой, тоже ещё один корректив. В данном случае мы говорим не о тарифах, а о нормативах. Да, потому что в данном случае это речь и о том, о оценочной категории, сколько в среднем образуется тем или иным хозяйственным объектом объём. Тариф у нас идёт, расчёты по отдельной ситуации, их регулирует региональная служба по тарифу, она их устанавливает и будет устанавливать. Поэтому речь идёт о нормативах. Впервые, вот, мы начали очень активно обсуждать тему нормативов в связи с реформой, когда у нас создавался региональный оператор, вот это ещё было в октябре 2018 года, вот первую тревогу бить начал у нас в член палаты Белоховницкая РИПО, его руководитель очень неравнодушный и активный человек, он посмотрел, получил информацию о тех проектах на нормативах, которые планирует включить тогда Министерство энергетики и ЖКХ в свои распоряжения, и попросил провести встречу в Торгово-промышленной палате. И вот там как раз у нас развернулся первый этап дискуссии, и к этому времени уже проекты нормативов появились в ряде соседних регионов, и вот представитель, руководитель Белоховницкого РИПО как раз сказал, а что, мы в данном случае, мы более неряшливы, чем представители Мариэл, которых там было, по сути дела, почти на 40% меньше проект норматива, или там в несколько раз более неряшливы, чем Пермь, в котором вообще в четыре раза нормативы были, проекты ниже, чем у нас, да. Ну вот и тогда мы задавали вот эти вопросы представителю Министерства, о том, как же сформировались эти нормативы, да. Никаких масштабных исследований информации не было. Ну тогда сказали, что методика позволяет взять существовавшие нормативы в городе, по-моему, 2001 или 2002 года, принять какой-то набор коэффициентов и выйти на какое-то понимание. Вот тогда таким образом нам обозначили историю создания этих нормативов. Давайте просто поясним, нормативы были каковы. То есть платил бизнес, как я понимаю, можно было платить по двум, так скажем, да, схемам. Либо норматив с квадратного метра площади, правильно? Либо фактическое потребление. Но для того, чтобы платить по факту, надо было каждому, там, магазину, предприятию, неважно, там, аптека эта маленькая или еще что-то, установить свой контейнер. И этот контейнер в соответствии, там, с правилами какими-то, раз в определенное время вывозился, вне зависимости от того, наполнен он, не наполнен. И это тоже вызывало много, там, вопросов и претензий со стороны бизнеса, потому что вывозили, условно, там, треть контейнера, а платить надо было за полный. Правильно? Да, все правильно. Видите, она действительно, в общем-то, законодатель сказал либо факт, либо норматив. Но, отчасти, вроде бы, как говорят, на бумаге очень хорошо смотрелось, по жизни это оказалось гораздо сложнее. Если крупные хозяйственные субъекты, возьмем ту же самую торговлю, да, имея большие площади, имели возможность установить, например, в том же самом дебаркадере или на своем внутреннем дворе контейнера и работать по факту, то с основной проблемой, как поставить контейнер, столкнулся малый и средний бизнес в сфере торговли, в сфере бытового обслуживания. Почему? У них нет своих дворов, у них нет своих дебаркадеров. Но мы понимаем, если это не крупный торговый центр со своими там площадями прилегающими, да, это чаще всего первые этажи жилых домов. Получается, что пострадали больше всех магазины у дома, так называемые, которые находятся в жилых домах на первых этажах, где они не имеют никакой возможности поставить свой контейнер на общую площадку, потому что, во-первых, представьте, если каждый магазин поставит... Каждая торговая точка. Каждая торговая точка поставит свой контейнер, во что у нас город превратится. И дворы, и жильцы спасибо не скажут за это. Это первый момент. Во-вторых, управляющие компании не были согласны с таким раскладом. Ну и в-третьих, получается, как вот до этого было замечено, то есть этот контейнер будет вывозиться все время, и по сумме затрат это даже еще больше затраты, чем сам норматив получается. Ну, я вот еще немножко, Александр, дополню. Вот все он очень правильно сказал, но перед этим еще есть вопрос. А как поставить этот контейнер? Ведь существует установленная законодательная процедура. Если речь идет о придомовых территориях, а, как правило, это придомовые территории, нужно провести общее собрание жильцов и получить больше половины голосов. Ну, во-первых, мы с вами знаем, как сложно провести общее собрание. А во-вторых, естественно, чисто психологически никто не хочет иметь дополнительные контейнера в рамках своего двора, где гуляют дети, там еще и так далее. И поэтому вот, а на землях общего пользования, ну, мы с вами представляем, если установим вдоль той же самой улицы Московской, ну, кто разрешит? Естественно, на красных линиях устанавливать невозможно. Да вот возьмем хотя бы даже, даже Московская, ладно, она хоть пошире. Возьмем улицу Воровского в районе, там, вот, перекрестка с Октябрьским проспектом, там, где ЦУМ, да, и вот эта часть, которая, ну, со стороны Росинки, да, вот эта часть Воровского, там на первых этажах, вот, сам дом угловой, очень много ведь маленьких магазинов стоит. Куда там ставить контейнеры? Ну, да, то есть, получается, видите, законодатель прописал, а выясняется, что, в общем-то, недостаточно серьезно просчитали эту ситуацию. Мы делали попытки диалога с Купритом и с участием Роспотребнадзора поискать варианты установки контейнеров для маленьких, небольших магазинчиков, например, в Тамбуре, да, то есть, условно говоря, там, какие-то отходы не пищевые образовались, и чтобы, например, в оговоренной по графику сроки контейнер, ну, как в Европе, выкатывался, да, и они забирались. Ну, представители Куприта катерически сказали, что им это неудобно, они этого делать не будут, и эта идея заглохла. Вот такой орден. То есть, вот эта возможность платить по факту есть, но на самом деле ее нет, получается, у очень многих представителей бизнеса. То есть, платят по нормативу. Норматив с квадратного метра был настолько неподъемен. По-моему, вы, Александр, да, приводили пример в недавней публикации бизнес-новостей. То есть, у нас, у соседей, да, чуть-чуть ли не больше, чем налоги, да, выходила эта вся история. У нас, после того, как вот нас перевели на норматив, затраты выросли в 10 раз по мусору. Если магазин, допустим, там, средний до этого платил 700 рублей в месяц за мусор, то сейчас счета, там, 7 тысяч, 9 тысяч, 8 тысяч, в зависимости от местонахождения магазина, что фактически суммарно получается выше, чем налог на прибыль, которую компания платит со своей деятельности. То есть, представляете, налог на мусор выше государственных налогов. Это как? А образуется мусор сколько при этом? Я, насколько понимаю, ведь у вас мусор, ну, в основном, наверное, неорганический, не пищевой, ну, то есть, это был картон, наверное, коробки вы куда-то сдаёте, как большинство. Да, в основном это картон, картон мы сдаём, к нам приезжает организация раз, там, в две недели, ну, в зависимости от накопления, и мы во вторсырьё сдаём этот картон. То есть, фактически от магазина мусора не больше, чем от обычного человека, который там проживает, там, какие-то чайные мешочки, какой-то там бытовой мусор небольшой. То есть, 7-9 тысяч в месяц вы за что платите, за какой объём? Ну, что там у вас образуется? Расскажите нам про мусор. Да, просто интересно. Мы посчитали, по тарифам в год мы мусорим 125 кубометров мусора, магазин даёт, в год. Это сколько, вот если там глазами представить, какой это объём? Это куб размером 5 метров. 5 метров в высоту, 5 метров в длину и 5 метров в ширину. Со стенкой 5 метров. Да, со стенкой 5 метров. Представляете, магазин у дома мусорит вот в таких размерах. Вот такие нормативы у нас были приняты. Слушайте, это, мне кажется, даже если все продавцы будут мусор из дома носить и выбрасывать на работе, столько не наберётся. И здесь мы все, вся непродовольственная розница, ну и даже и продовольственная часть, мы здесь заложники, потому что нормативы утверждены государством, и мы с ними не можем спорить. Понимаете? Да, я вот немножко дополню, Александр, вот не буду называть здесь один магазин, он недалеко расположен от студии в центре. Значит, до начала реформы магазин, он прям товарный магазин, они платили ориентировочно в год около 18-20 тысяч рублей за, вот. С начала реформы им сказали, вот у вас 800 кваднатных метров, вот, если там чуть меньше 800, в общем, итоговый вариант, у вас 800 с чем-то тысяч рублей. В год? В год. Естественно, руководитель ахнул, потому что, ну, откуда такие деньги взять? Ну, и она сказала, мы с ней долго доверительно беседовали, она решила посчитать, а сколько она реально мусора у неё образуется, да? Вот она сказала, что вот в месяц магазин достаточно большой, у неё образуется порядка 500 килограммов упаковки. Она её складирует, и вот там, как Александр сказал, там, раз в две недели или раз в месяц приезжает машина, эти 500-550 килограммов у неё забирает. Дальше это остаётся вот только называемый бытовой мусор, который образуется каждым человеком. Пакетики из-под чая, там, обёртки от конфеты и так далее. Она посчитала, вот на их магазин, у них, по-моему, там, человек 10 работают, 15. Вот она говорит, у нас образуется в месяц 15 килограммов, вот если взвешивать, вот 15 килограммов. Ну, то есть три пакета таких. Вот возьмём пакет-маечку, да, набьём его плотно, вот получается. Ну, вот она вот говорит, потому что, ну, действительно, вот что можно? Вот поэтому вот за этот объём ей нужно заплатить вот в год 800 с лишним тысяч рублей. И поэтому, видите, бизнес, Александр сказал о том, что, да, действительно, не сопоставим с налогом, но я думаю, мы должны понимать, что бизнес волнует, безусловно, объёмы платежей, но и вопрос о справедливости платежей. Это тоже, наверное, очень важный вопрос. То есть никто же не говорит, что бизнес отказывается платить за мусор. Мы за чистый город, мы все готовы платить за мусор, но по каким тарифам? Ну, давайте сделаем цивилизованную какую-то, да, схему этих платежей. Смотрите, да, если говорить о том, что нормативы, и мы с ними не можем спорить, почему тогда в других регионах возможны нормативы, которые в несколько раз меньше? Видите, в данном случае, вот, на мой взгляд, тут тоже, наверное, федеральный законодатель совершил некоторый просчёт, понимая, что в каждом регионе есть своё многообразие. Ну, давайте тоже будем реализовывать более богатые регионы, более богатый уровень жизни населения, образование безусловно больше, так называемых, коммунальных отходов происходит. Бедные регионы... Больше потребляют, больше выбрасывают. Да, более, и поэтому законодатель сделал попытку цивилизованного подхода. Пусть каждый регион сам определит свои нормативы. А вот на практике это привело к совершенному дисбалансу. Но Кировская область не то, чтобы был богатый регион, чтобы у нас были нормативы выше, чем в Перми. Нет, я просто, как бы, говорю, какие мысли были у законодателей, скорее всего. А вот на практике она действительно так и получилась. И поэтому я уже, так сказать, обращал внимание, что уже были потом выступления и депутатов региональных. Лучше было бы, если бы всё-таки унифицировали там с учётом численности населения, например, до стольки-то вот такой-то норматив. Это сделали бы с помощью федеральных институтов, провели расчёты, и была бы единая, как бы, вот, система. Ну, вот смотрите, да, на ваш взгляд, что ещё нужно учитывать при формировании этого норматива? Когда мы говорим именно о бизнесе, из чего он должен складываться? А, видите, норматив должен складываться из реалий. Из реалий, то есть нужно чётко... Ну, то есть играет ли тогда тут роль, на самом деле, плотность, количество населения, или просто нужно действительно приходить в каждый конкретный магазин, взвешивать всё, объёмы замерять, а потом выводить среднее арифметическое? Вот, я думаю, что вот это, в принципе, путь неплохой был, который прошло сегодня у нас в Министерстве охраны окружающей среды, выступив заказчиком вот тех исследований, которые провели были Нижегородским предприятием, да, хотя, насколько я знаю, сложностей было много, не все хозяйственные субъекты так активно шли на сотрудничество, с населением тоже, ведь, ну, непостоянно, мы понимаем, там же в этих нормативах большой объём нормативов, которые касаются просто физических лиц, да, вот. Но, по-крупному говоря, вот те усилия и средства, они были потрачены взглядом, то есть появилась, ну, достаточно внятная и какая-то усреднённая, но достаточно приближённая к реальной ситуации картинка, да, в этом виде. Хотя, опять же, я говорю, что эту ситуацию, если бы в начале этой реформы сделали, например, федеральные структуры применительно к какому-то ранжируемым группам регионов, её можно было уже как готовую подать, да. Как она будет меняться, нужно исследовать. Вот мы наблюдали, какой момент, что отдельные чиновники, когда обсуждали вот несправедливые нормативы, многие даже не подозревали, что магазины практически, наверное, сегодня всех 100% сдают картон, сдают упаковку. Переработку. Кто занимается вторсырьём, да. То есть все предполагали, что вот старые варианты, мне там в качестве дискуссии, они вот выбрасывают свои коробки в контейнера жителей придомовых, этого уже нет. Да ладно, не найдёшь коробок, захочешь сделать ремонт или переехать куда-то, ещё ходишь, выпрашиваешь по магазинам, дайте нам коробку. Нет, мы сдаём, нет, мы прессуем, обычно говорят в магазинах, да, у нас нет ничего. Да, так вот оно и есть. Но вот эта ситуация с увеличившимися многократно платежами, она характерна для всего бизнеса? Или это только кому-то не повезло в силу каких-то обстоятельств? Ну, видите, у нас получилось так, что наиболее уязвимыми оказались вот малый и средний бизнес в сфере торговли, в сфере бытового обслуживания. Ну вот здесь вспоминали про аптеки. Вот в чём парадокс, аптеки в том проекте, в том распоряжении, который был принят в декабре 2018 года, их вообще не было. Как отдельного вида бизнеса. Да, как отдельный вид деятельности. Ну и когда они обратились в министерство, просьбы разъяснить, а как же мы должны платить, они сказали, вы как промтоварные магазины. Аптеки охнули от этого, как бы размера, который они узнали. Поэтому вот эти, в первую очередь, категории оказались уязвимыми. Допустим, если говорить о категориях, связанных вот так называемые общественно значимые предприятия типа банков и так далее, офисных, там, в принципе, нормативы достаточно адекватные были в относительно реальной ситуации. То есть в основном предприятия торговли пострадали, правильно? Торговля и бытовых служб. Да, сферу услуг. Ну вот смотрите, до того, как произошла эта мусорная реформа, которую называют губернатор нашей реформы и чистоты, то есть не раз и не два заявляли о такой проблеме, что бизнес, в принципе, вообще неохотно платит за вывоз мусора, то есть выкидывает свой мусор в контейнеры, которые принадлежат жильцам домов и тому подобное. То есть сейчас с учетом возросших платежей, возросших многократно, эта проблема стала более актуальна. Делась ли она куда-то вообще? Ну вот бизнес, у кого нет возможности поставить свой контейнер, куда мусор свой складирует? Ну то есть не вывозит же отдельно. Ясно же, что просто, наверное, в те же контейнеры выбрасывает, но плюс еще вместе с жильцами за это платят по нормативу. Да, да. Вот почему был разговор о том, что давайте реально посмотрим, по факту установить контейнера практически невозможно. Поэтому дайте адекватные бизнесу нормативы, и тогда не нужно никому мучиться с поиском мест для установки контейнера. Люди будут платить реальную плату, но используют те контейнеры, которые сегодня используют жители, как это и было и в 17-м, и в 16-м, как было всегда. И поэтому вот есть как бы надежда на то, что с принятием новых нормативов, и когда тарифы будут тоже утверждены в связи с этим, в принципе вот эта ситуация будет расшита. Да, я согласен. Мы ждем принятия новых нормативов. Мы участвовали, несколько наших магазинов участвовало в этой программе. В замерах. В замерах, да. То есть в общем и целом с новыми вот этими расчетами мы согласны. Замеры проводились вот по такому же принципу, как проводилось то исследование по бытовым, ну по домохозяйствам, по обычным или как? Да, по-моему, один метод. Ну, может быть, есть какие-то свои оттенки, потому что здесь, видите, есть конкретный магазин, а там, может быть, не всегда конкретно домохозяйство, может быть, там группа домохозяйств. Там бывало, да, например, одна контейнерная площадка, несколько домов. То есть здесь примерно такая же история. Четыре раза в год должны были выезжать, да, в разное время года. Приезжали в течение определенного времени и смотрели, сколько образуется. Те нормативы и вот то, как посчитали это все, бизнес устраивает. Да, но тут какие вопросы? Первый вопрос, ну, конечно, хотелось бы, чтобы эти нормативы были приняты, и они были оформлены соответствующими актами. И второй момент, это тот период, в котором мы жили по завышенным тарифам. А это вот мы сейчас к этому вопросу вернемся. Но я так понимаю, что прежде чем нормативы будут утверждены, есть еще возможность у бизнеса как-то высказаться, да? Да, но вот сейчас как раз, по-моему, идет. Я дополню, мы вот как раз в рамках оценки регулирующего действия, когда проект распоряжения Министерства охраны окружающих был вывезен, мы написали свое мнение, аккумулировав мнение членов палаты. Ну, первое, мы, безусловно, приветствовали практически десятикратное снижение нормативов по отдельным категориям, вот в первую очередь по торговле. Но в то же время там отметили, что по некоторым сегментам, по некоторым отраслям появились вот такие вещи. Например, там, условно говоря, проектный институт, там появляются два варианта нормативов. Первый вариант с квадратного метра, второй вариант с одного работающего человека, да? И вот там, например, в проектном институте с одного работающего человека, получается такая очень такая пугающая цифра, 9,8 куба в год. Да ладно? Вот, ну, не знаю. Я, вообще, честно говоря, спросил, я говорю, одного директора позвонили, я говорю, У вас что, с Кульманом везде на... Подождите, это с одного человека или с предприятия? Да, с одного сотрудника. С одного сотрудника 10 кубов в год. Да, я спросил, у вас что, по-прежнему на Кульманах работаете? Да. Сказали, мы говорим... Картон там, да, в проектном институте. Что там они еще могут выбрать? Карандаши. Да, ну, как бы, поэтому, когда речь идет, посмотрели норматив с квадратного метра, то он, в принципе, адекватный норматив. Поэтому мы сделали предложение, что в постановлении было бы неплохо точно прописать право хозяйства субъекта при заключении договора с Кульманом выбирать вариант норматива в тех категориях, где предусмотрен два варианта норматива. Вот с этой точки зрения хотелось такое значить. На самом деле, такая разница, она... Это вообще нормально? Ну, то есть... Вообще, 10 кубов в год сотрудника проектного института, это ненормально. Нет, ну, смотрите, если у нас такая разница между тарифом, между нормативом с квадратного метра и с человека, такое ощущение, что что-то считают не так. Потому что иначе как бы... Ну, или специально сделали так, чтобы не было выбора. Я извиняюсь, конечно, да, чтобы было понятно, что самая адекватная история, это платить все-таки с квадратного метра, и выбирали все вот этот квадратный метр. Ну, мне здесь сложно комментировать, как проводилась методика исследований по проектным институтам. Поэтому, наверное, тоже был какой-то набор своих логических построений. То есть, в принципе, работа-то была по-другим направлению сделана хорошо, поэтому, может быть, это они в качестве экспертного такого учреждения брали, где были большие площади, а официально оформленных сотрудников было немного, да, поэтому они взяли вот такого рода вариант. Так квадратный метр-то мусор не образует, Юрий Геннадьевич, мы об этом говорили. С одной стороны, да, безусловно, квадратный метр мусора не образует, но, с другой стороны, мы понимаем, что сегодня бизнес не держит лишних метров, да, то есть здесь есть некая какая-то взаимосвязь между коллективом, его эффективностью, объемом работы и занимаемыми квадратными метрами, поэтому, а в то же время мы сами тоже знаем, что иногда не все оформляют весь штат сотрудников, поэтому тут тоже есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать. Ну, вот я, собственно, об этом и говорю, то есть если есть какая-то зависимость, и так или иначе на большом предприятии работает много людей, то логично, что эти нормативы, в принципе, должны быть... Ну, одинаковыми, примерно. Если не одинаковыми, то примерно похожими. Так, ладно, нам пора уходить на рекламу. Мы сейчас после рекламы вернемся и как раз поговорим про проблему повышенных вот этих платежей, которые были до замеров. Программа «Дневной разворот» продолжается. Юрий Исупов, Александр Корякин. В нашей студии говорим о новых нормативах на вывоз мусора для бизнеса. Ждать ли перерасчет? Вот мы поставили здесь знак вопроса, и сейчас мы, собственно, переходим как раз вот к той теме, о которой немножечко успели уже, там, немножко Александр рассказал до перерыва. Значит, с новыми нормативами, я так понимаю, что, ну, бизнес относительно, там, с небольшими шероховатостями может быть согласен. Надо, конечно, посмотреть, как это все будет работать, как это все будет реализовано, как это все будет оформлено документально, но, в принципе, согласен. Вы правильно сказали, вот, когда мы договорились с представителями, с руководством Министерства охраны окружающей среды, когда будет подписан распоряжение, мы проведем специально круглый стол, на котором, вот, обсудить, председатель бизнеса, обсудить правоприменение, как будет применяться вот в этих условиях эти новые нормативы, все еще оттенки мы как бы уточним. И МинЭКО, туда, Министерство экологии, туда тоже, МинОхрана окружающей среды, тоже там будет, тоже там будет. Вот, но сейчас вопрос не с новыми нормативами, а вот с теми самыми, которые с 18-го года бизнесу начислялись. Я так понимаю, что есть большой вопрос, что с ними, то есть они были завышенные, многие представители бизнеса, я так понимаю, что не оплачивали вовы с мусора, да, потому что не готовы были платить вот эти вот непонятные совершенно суммы, не обоснованные ничем. Кто-то платил, были такие, кто платил? Вот, честно, мне неизвестны такие вот. То есть бизнес, бизнес все-таки вот тут так ультимативно немножечко себя повел, да, то есть сказал, что не готовы мы платить по завышенным нормативам. Да, потому что, я знаю, там отдельно под разными педагогами уклонялись от диалога, там кто-то затягивал диалог вот как бы такого плана. Вот поэтому, ну там вот здесь... Да, у Александра давайте спросим, как вы платили? Если брать сеть парфюм, то мы платили. Мы платили, только мы платили не по нормативу, мы подавали с 17-го года экологическую отчетность, и по этой отчетности нам выставляли счета. Эти счета, они примерно соответствуют новым тарифам, вот которые сейчас обсуждаются, которые хотят принять, вот они соответствуют. Самый разгар пандемии в апреле месяце этого года от Куприта пришло уведомление, информационное письмо, о том, что данные отчеты приниматься не будут, и нас переводят на работу только по нормативу. То есть вот по тому самому, о котором вы говорили, да? Да, да. И уже... Чем это обосновали? Ничем. В апреле? В апреле. Когда магазины закрыты были? Да. И вот с 12-го мая пришел первый счет, где разница получилась в 10 раз. То есть вот эти 7-9 тысяч, про которые вы говорите, с магазина? Да. Соответственно, мы сразу обратились в связку и торгово-промышленную палату, начали это обсуждать, начали выходить на разные площадки, потому что, естественно, для регионального местного бизнеса такие траты, они просто неподъемные. Соответственно, дополнительное соглашение мы подписывать не стали, и так продолжаем и платить, подаем те отчеты, продолжаем платить, хотя Куприт их не признает и считает, что это незаконно. Куприт принимал участие в каких-то дискуссиях, которые, возможно, на площадке в ЭПП проходили? Да, мы вот эти вопросы обсуждали, были публичные обсуждения с участием Куприта. Но позиция руководца Куприта, если сформулируем так, постановление с завышенными нормативами было принято, она сегодня не спорена в этой части, то есть там, помните, по домохозяйствам частных было спорено в этой части, да, остальные разделы не были оспорены, поэтому мы должны, дескать, выполнять тот нормативный акт, который сегодня действует, да, вот это была позиция Куприта. Сегодня, видите, вопрос будет интересный в сфере стоять, вот мы с Александром как раз и обменились мнениями. Вот смотрите, старые завышенные нормативы, о которых все говорят, что они завышены, они не протестованы. По ним предприятиями многими числится, так сказать, серьезная задолженность, объемы задолженности. Одновременно сейчас подготовлен проект, если он все будет нормально принят, по той же самой торговле в 10 раз ниже. То есть, по сути дела, принятие нового распоряжения, по сути дела, узаканивает то, что обсуждали. Предыдущие нормативы были несправедливы. Но их нужно будет опротестовывать, где-то доказывать дополнительно? Нет, здесь, видите, опротестовывать нужно в юридическом было порядке. Сейчас уже время упущено, сейчас уже не успеть, да, но я сейчас говорю, может быть, такой психологический феномен. Куприт сегодня будет пытаться через суд взыскивать по тем нормативам, которые завышены, имея на руках ориентир совершенно новой нормативы. Это серьезный, так сказать, мне кажется, такой вот психологически сложный момент для руководства Куприта. заранее зная, что нормативы были несправедливы. Все-таки пытаться бизнес сейчас, извините, общипать в той ситуации, когда бизнесу и так непросто сейчас. Даже если бы у нас была хорошая стабильная ситуация, все равно взыскивать по несправедливым нормативам, да, а сегодня уже подтверждено, что они несправедливы были. Да, вот это очень непростой вопрос. И вот поэтому вот здесь это, я вот немножко дополню, Александр, о чем говорил. Видите, действительно у нас какая-то часть предприятий торговли после принятия вот этих несправедливых нормативов начала платить по тем отчетным декларациям. Ну, давайте будем реалистами. К сожалению, не будем идеализировать уровень такой бюрократической культуры у наших предприятий, кое-кто игнорировал в свое время подачу такого рода деклараций. Их достаточно много. А можно немножечко вот коротко пояснить, что это за декларации вообще? Ну, это в свое время, когда, вот Александр, может подробнее рассказать, что это за декларация. То есть, что это за документ такой? Это какая-то привилегия или что это? Все предприятия торговли должны были такую штуку заполнять. Нет, мы подавали в Куприт расчет по норме отходов, и этот расчет ежемесячно подтверждался. Нет, имеется в виду, в Министерстве охраны окружающей среды по итогам года сдавали информацию, что вот вы, отчет, что вами образовывался за год такой-то объем отходов и отходы такого-то пятого класса, который как бы не является опасным, да? То есть, они как бы подлежат переработке. Вот, по сути дела, какая-то, ну, это законодатель... Это обязательная история была? Эта история, я сейчас не готов сказать, там, с какого, с 14-го года, с 15-го года началась, да? Но тогда законодатель, как бы, по сути дела, в своеобразной рекомендательной форме распорядился о том, что нужно подавать. Какая-то часть не подавала, да? Посчитали, что не нужно. Ну, вот, и поэтому вот эта часть как раз и оказалась, в первую очередь, под ударом. В то же время, вот, мы понимаем, что вот здесь, я смотрел эти договора, у Александра показывалось договора, которые мы заключили. Вот, Куприд выстроил в приложениях такую схему, что формально ситуация по отчетности, по декларации, мы в договоре не фигурировали, счета выставляли. А, по сути дела, в договоре фигурировал норматив, либо факт, да? И поэтому сейчас, вот, когда Куприд в апреле месяце выставил, начал, перешел, опять вернулся к теме нормативов, то, по сути дела, у них там юридически тоже выверенная ситуация. Там сложно будет, чтобы придраться. А вот вопрос, связанный с тем, что сегодня, вот, со старым багажом делать, вот этот вопрос очень непростой. Но вот мы тоже провели консультации с юристами, говорили, все-таки Куприд сегодня имеет очень большую дебиторскую задолженность, которую можно взыскивать только через суд. Это гигантское число судов, там, наверное, сотни исков нужно было подать, да? Они столкнутся с, ну, достаточно негативной реакцией делового сообщества. Это раз, трудоемко. Какое решение судьи будут принимать при наличии старых и новых нормативов? Тоже достаточно сложно, да? И вот поэтому я смотрю уже все чаще и чаще представители делового сообщества в рамках диалога в палате говорит, мы готовы бы, наверное, закрыть всю старую задолженность, но по справедливым новым нормативам, да? Вот по этим нормативам мы бы закрыли, да? Какая бы вот реакция у Купри-то? Ну, вообще, по логике вещей должна быть нормальная человеческая реакция. То есть люди готовы, должны быть, получить нормальные разумные деньги. То есть если каждое предприятие, которое сейчас является должником и не платило, там, ну, в течение определенного времени говорит, мы готовы вам заплатить разумные какие-то деньги, да? Так проще взять эти разумные деньги, чем не взять ничего и еще набегаться по судам. То есть после принятия нормативов Купри-то логично выставить новые счета за предыдущие периоды. Ну, мне так кажется. Ну, здесь, наверное, надо посмотреть чисто юридически, есть разные варианты техники, да? То есть, условно говоря, может, если у кого-то сегодня в судах эти иски, то можно заключить мировое соглашение, в котором именно оформить ссылку на новые нормативы, да? Вопросы связаны с появлением каких-то доп. соглашений к действующим договорам, например, как вот у Александра некий вариант доп. соглашения сделать. Тут я не думаю, что будет единый какой-то метод, будет несколько вариантов юридических. То есть механизмы есть разные, которыми можно это сделать? Вопрос просто в целесообразности вообще. Ну, то есть, либо получить какие-то деньги разумные, да? Либо не получить ничего. Как я и говорил, то есть любое предприятие готово платить за мусор, там, за что-то еще, но по обоснованным ценам, по обоснованным тарифам. И это, в принципе, правильно. Правильно. А я правильно понимаю, что пока вот этот вопрос с Купритом не обсуждался на диалогах? Ну да, потому что, видите, здесь мы не хотели опережать. Давайте вначале примут новые нормативы. Увидим, да, насколько они отличаются. Да, и вот, как я сказал, что мы хотели провести круглый стол на базе торгово-промышленной палаты. Вот, первое, право применения. А второе, хотели бы попросить Куприт высказать точку зрения, а что будем делать со старой задолженностью, да? Первое, есть какая-то задолженность, которая вроде существует в рамках договоров, и есть большая задолженность, которая существует без договоров. То есть договоров-то со многим не заключено. Вот с ней надо определяться. Поэтому будем надеяться, что, хотелось бы говорить, что Куприт займет конструктивную позицию. Хотя, конечно, чисто психологически, наверное, сложно, да? Да, то есть, условно говоря, есть гигантская дебиторская задолженность, там, скажем, на 100 миллионов рублей, да? И вот все понимают, что она мифическая, создана на базе некорректных расчетов, но чисто психологически превратить ее в 10 миллионов, например, условно говоря, реальных рублей, да, это было достаточно непросто. Вот, но хотелось бы думать, что здравый смысл даже стожествует. Я все-таки обострю немножечко ситуацию. У нас Куприт, это ведь предприятие, которое находится в собственности области. Не в полном объеме, насколько я знаю. Но все равно, тем не менее, то есть, в истории, когда у нас пандемия, мы все понимаем, что бизнесу сейчас непросто. Еще непонятно, что будет дальше, потому что никто не понимает, как ситуация будет развиваться, хотя там самые высокие власти обещают, что никакого тотального закрытия там всего, как весной, не будет. Но мы не можем там, да, предполагать, что и как. Как будет бизнес выходить там из той ситуации весенней, еще вот эти все хвосты весенние закрывать, еще это непонятно. И власти областные должны быть заинтересованы в том, чтобы бизнес сохранить. И в такой ситуации, конечно, разумнее пойти на какие-то, ну, там, человеческие, да, человеческие шаги и на какие-то переговоры и все-таки договориться. При этом это честные шаги. Конечно. Еще не нужно забывать про историю с резервными полигонами, два из которых уже отказались принимать мусор из Кирова. И, насколько я понимаю, сейчас будут возить уже в Зуевский район. Это сколько там? 120 километров, да? 120 или 150. То есть будет ли это тоже учтено при... Ну, здесь, видите, здесь есть, что у нас тоже, опять же, методологически поясню. Нормативы от этого, куда будут возить, это не зависит. Это будет зависеть тариф на составляющую. То есть, по-своему, норматив умноженный на тариф, вот это будут те платежи, которые выйдут. Да, поэтому вот здесь тоже, наверное, забегать вперед не будем. Наверное, по этому поводу будет тоже достаточно много еще обсуждений. Но что касается уже имеющейся задолженности, тут-то возили восемьцы. Тут-то не должно быть никаких вопросов к тому, что новые полигоны вместо ближнего. То есть тарифы действовали неутвержденно. Они на 19-й год были утверждены, на 20-й год утверждены. Поэтому здесь, с этой точки зрения, она вот понятна. Так, у нас остается полминуты. Быстренько спрошу, известно ли, когда будет вот этот круглый стол? Ну, круглый стол будет как раз, как только подпишут распоряжение. Я думаю, там в ближайшую неделю мы сразу выйдем на контакт и организуем этот круглый стол. Ну вот, а когда подпишут, ну вот, мы надеемся, что подписание где-то в начале ноября произойдет, потому что нужно и тарифы разрабатывать, тарифы утверждать. Поэтому здесь и правительство заинтересован в скорейшем написании. То есть фактически это вопрос в ближайших там двух-трех недель. Где-то так. Спасибо большое. Юрий Исупов, старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Александр Корякин, директор по развитию сети магазинов «Парфюм», были в нашей студии. Дневной разворот на этом заканчивается. Мы не прощаемся, вернемся через 20 минут.